Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты Первого Карагандинского канала Ягуль Нуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Жители 12-го микрорайона боятся за жизнь своих детей. Их дома находятся в аварийных состояниях. Тревогу жильцов усугубляет недавнее трагическое событие. У нас лично в подъезде в 41-м день тоже упало. Это благо, что дети сидели в пистолчнице. Спортсмены, любители волейбола поселка Киев-Кануринского района недовольны организацией сельских соревнований. За клевету, размещенную на страничках в социальных сетях, можно заработать до трех лет лишения свободы. Обо всем по порядку. Жители 12-го микрорайона боятся за жизнь своих детей. Их дома находятся в аварийных состояниях. Тревогу жильцов усугубляет недавнее трагическое событие. Неделю назад в 35-м доме этого района под бетонной опорой обрувшегося козырька подъезда погиб 8-летний малыш. Обычная прогулка во дворе завершилась для маленького Алдиара трагически. По словам очевидцев, мальчик решил позвать друга, хлопнул подъездной дверью, и тут на него упала бетонная плита. Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью. У нас лично в подъезде в 41-м день тоже упало. Это благо, что дети сидели в пистолчнице, никто не поддома. Тоже упало. Потом подвальная крыша, вон тоже, смотрите, пойдите, тоже упало. В том году у нас два было. Это хорошо, говорю, дети просто сидели в пистолчнице. Соседи погибшего 8-летнего Алдиара перечисляют несколько случаев с такими же обрушениями. Козырьки крыш, штукатурка, куски бетона – всё это то и дело падает, создавая опасные ситуации для жизни. Неделю назад, вот перед этим подъездом, мужчины еле вытащили малыша. Мальчик тогда ещё был жив. Но 400-килограммовый бетонный настил не оставил ребёнку шансов на жизнь. Мы около получаса боролись за жизнь ребёнка, но в связи с большой потерей крови спасти его, увы, не удалось. Ребёнок хоть и жил в другом микрорайоне Майкудука, в гостях у бабушки бывал часто. Поэтому его во дворе знали многие. Женщина из соседнего подъезда до сих пор с дрожью в голосе вспоминает ужасную картину – Алдиара с проломленным черепом. Когда я услышала, что сказали, что мальчик скончался, для меня было шоком. И до сих пор, просто когда я вижу вот таких маленьких детей, конечно, детям не запретишь лазить везде, где бы там ни было. Это дети. И мы не знаем, где что нас ждёт. Трагедия с Алдиаром заставляет задуматься каждого. Кто виноват в случившемся – вопрос сложный. Пятиэтажный дом, у подъезда которого случилась эта трагедия, не входил в состав КСК. Поэтому специалисты отдела ЖКХ Октябрьского района перекладывают всю ответственность за состояние подъездов, подвалов, крыш на самих владельцев домов. Жители должны согласно закону о жилищах отношениях ст. 3.35 содержать общее неделимое имущество, в том числе подвал, крышу и также подъездные козырьки. Единственный совет, который дали в отделе ЖКХ – подать заявку на программу модернизации жилых домов. С помощью рассрочки можно сделать капитальный ремонт здания. Но практика, увы, показывает обратное. Не все дома, прошедшие такого рода облагораживание, выдерживают гарантийного срока. У многих проблемы остаются и вылезают буквально через пару месяцев после ремонта. Самое печальное – кто бы не был виноват, жизнь ребёнка не вернуть. Аймамрина, Жасулам Макулбеков, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Спортсмены, любители волейбола посёлка Киев-Кануринского района недовольны организацией сельских соревнований. По их словам, руководство местного отдела спорта и стадиона делает всё, чтобы интересы села и в целом района на областных состязаниях представляли подставные игроки из других регионов. Всё это ради победы, но такой показательный отбор жители Киевки не устраивает. Они хотят, чтобы их молодёжь тоже развивалась. Недовольные любители волейбола из числа жителей посёлка Киев-Кануринского района пришли в отдел спорта. Они хотят выяснить ситуацию с подставными игроками на соревнованиях. По их словам, коренным жителям этого села не дают возможности проявлять себя на спортивном поприще. Не выдают мячи и формы – это одно. Их не допускают на областные соревнования. Всё это ради рейтинга. Чиновники из отдела спорта нацелены лишь на имидж района. Их не беспокоит, что за их команду выступают отнюдь не жители этого района. Представители совхозов, в которых есть деньги, привозят другие команды городские. Когда мы подали протест главному суде, господину Уимашеву, что хотим посмотреть документы вот именно этой команды, которую мы знаем, что ребята с Астаны, сыгранная команда, он открытым текстом сказал – идите отсюда, мне надо выиграть область. Вот это его слова, я ничего не веру. Специалисты отдела образования, физической культуры и спорта Нуринского района ситуацию с привлечением спортсменов из других регионов не отрицают, ссылаясь на то, что только так они могут научить своих тем или иным видам спорта. Наша цель – развивать спорт в районе. Для этого мы приглашаем спортсменов из других регионов. Они как бы показывают нашим мастер-класс. Сейчас мы в передовых рядах по области. А люди эти шумят, потому что сами вовремя не подают заявки на участие. А обеспечивать мячами всех любителей мы не обязаны. Ситуация с подставными игроками, с одной стороны, вроде бы не новая, и так поступают все. Но жители села Киевка бьют тревогу. Ведь такими темпами спорт в их районе развиваться не будет. Они готовы перенимать у опытных спортсменов их наработки, но участвовать в соревнованиях и защищать честь района хотят лично. Если их обращения в скором времени не будут услышаны, жители намерены обратиться в областное управление спорта. Вторая пятилетка реализации государственной программы индустриально-инновационного развития Казахстана направлена на открытие инновационных проектов и модернизацию производств в целях выпуска продукции, соответствующей самым высоким стандартам. Об этом говорилось на заседании Карагандинского городского координационного совета, на котором рассматривались новые инновационные проекты предпринимателей. С вступлением Казахстана во Всемирную торговую организацию остро необходимо внедрять новые технологии в обрабатывающей промышленности и агрокомплексе. Это позволит отечественной продукции конкурировать с мировыми производителями. В начале сущего года мы уже рассмотрели два крупных и значительных проекта. Это модернизация фабрики сокровительных родительских изделий ТО «Конферсбекараганды» и модернизация машиностроительного завода ТО «Карагандинский» и машиностроительный завод. Они будут поддержаны на Координационном совете Карагандинской области и в настоящее время будут реализоваться. В ходе заседания Координационного совета рассмотрен инвестиционный проект строительства хлебозавода ТО «Сарай Аркан» на Анкараганда для включения в карту индустриализации. Реализация этого проекта обеспечит создание 230 новых рабочих мест. Предприятие планирует выпускать до 50 тонн хлебобулочной продукции в сутки. Завод по производству хлеба будет оснащен современным энергоэффективным европейским оборудованием. Запуск нового производства планируется во втором полугодии 2016 года. В ходе совещания рассмотрены два проекта по субсидированию процентной ставки по кредиту в рамках единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020». Одобренные проекты направлены на рассмотрение заседания регионального координационного совета по форсированному индустриально-инновационному развитию. Сергей Высокосов, Исламбек Успан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Впереди небольшая реклама, а после продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Благотворительная акция «Дорога в школу» не обошла и выпускников детского дома. Сегодня их детям были подарены школьные формы и рюкзаки. Также малышей и их родители радовали местные танцоры, певцы и аниматоры. На веселом праздничном концерте побывала и Айма Урина. Семейная чета Артура и Валентины Фольк – одни из тех, кого не обошла забота организаторов. Службы социальной адаптации выпускников детских домов, Центра молодежных инициатив. Совсем недавно, благодаря государственной программе, супруги получили арендное жилье – трехкомнатную квартиру по улице Ермекова. И вот в их доме очередная радость. Их сыну Андрею подарили школьную форму и ранец. Центр адаптации нам уже не раз оказывает помощь. Мы очень благодарны им. А какую еще помощь им? Они приглашали нас в мероприятие. Первое июня. Первое июня, в День защиты детей, было мероприятие. Они также помогли. Они дали зимние костюмы теплые детям. Нам дали там из вещей кое-что. Очень благодарны. Служба социальной адаптации выпускников детских домов работают при поддержке управления по вопросам молодежной политики нашей области. Проводить такого рода мероприятия для них привычно. Им в этом помогают постоянные спонсоры. Сегодня они попытались осветить радостной дорогой в школу малышей и бывших воспитанников детских домов. Дарили им школьную форму, рюкзаки и другие необходимые вещи. Собственно с общественным фондом ШОЛА и фирмой ШОЛА мы проводим такую благотворительную акцию. Так что желаем вам самое главное крепкого здоровья, чтобы ваши дети росли только на радость, чтобы наши дети только учились на четверки и пятерки. Подарки сменились песнями и танцами. Организаторы акции обещают. На этом забота о сиротах и выпускниках детских домов и их детях не закончится. А и мамлина Жасулама Кулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. К другим новостям. За клевету, размещенную на страничках в социальных сетях, можно заработать до трех лет лишения свободы. Также небезопасно делать репост сомнительных высказываний, особенно если они содержат религиозную тематику. Прежде чем выкладывать чьи-то фотографии, видео, в открытый доступ, в интернет, задумайтесь, а не подаст ли автор этих снимков или некто на видео на вас в суд. Возможно ли доказать, что именно этот конкретный человек разместил оскорбительный материал? Куда нужно обращаться? На эти вопросы искала ответ Аима Марина. Публиковать сомнительные высказывания относительно кого-то опасно. По словам известного в Казахстане адвоката Джохара Утибекова, за клевету в интернете можно заработать до трех лет лишения свободы. Также нужно быть осторожными с фото, видео и аудиоматериалом, которых вы выкладываете в интернете. Согласно законам нашей страны, граждане не имеют права распространять чьи-либо личные снимки, видеоизображения, даже если они сделаны с камер видеонаблюдения. Особенно осторожными нужно быть в отношении репостов различных высказываний. Если их признают антисоциальными и увидят в них призыв к религиозному или межконфессиональному экстремизму, вас могут привлечь к уголовной ответственности за соучастие. Есть, как я уже сказал, право на собственное изображение, личное неимущное право гражданина охранять свою защиту и не давать использовать свое собственное изображение, в том числе путем защиты и требования возмещения морального вреда и требованиям об удалении этого изображения из всех источников. При этом, требуя изъять снимки или изображения, не стоит забывать о месте, где это было снято. Если вы вели себя неэтично или затрагивались интересы общественности, опубликовать эти материалы все-таки можно. Касаются этот пункты полицейских, чиновников и других представителей государственных органов. Находясь при исполнении своих служебных обязанностей, иногда после рабочего времени они должны быть готовы ко всему. Водители начинают снимать инспектора полиции. Поэтому такое право, конечно, есть. И отрадно слышать то, что Министерство внутренних дел в последнее время уже дает комментарии, что снимать на видео сотрудников полиции можно в таких подобных ситуациях. Соответственно, это касается и вообще в целом всех чиновников. Часто ли граждане сталкивались с нецензурными или неэтичными статьями, видеороликами в интернете? И как с этим бороться, мы решили узнать у наших карагандинцев. Создать какую-нибудь, ну, типа полицию, чтобы вот это вот находили, сжаловались и сразу удаляли прочее, заблокировали. Ну, свобода-то должна быть, конечно. Конечно, главное, чтобы она не щемляла ничьи интереса, никого не оскорбляла. Высказать свое мнение, конечно, можно, но чтобы оно, я так считаю, не вредило каким-то другим людям. Адрес же там есть, откуда они ссылаются. Находить и наказывать. Вот это, я считаю, будет правильно. Если фильтровать весь интернет на сегодняшний день не совсем возможно, то доказать, что именно этот конкретный человек разместил оскорбительный материал в соцсетях, все-таки реально. Если вы столкнулись с такой ситуацией, вам нужно обратиться в правоохранительные органы. Айам Амрина, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Продукты дешевеют, медикаменты дорожают. Такую картину привели сотрудники Департамента статистики по Карагандинской области. По их данным, в июле наблюдается снижение цен на продовольственные товары. В июле немного подешевели продукты питания. В частности, снижение индекса потребительских цен основывается на овощах и фруктах. Кроме моркови, ее цена остается такой же, как зимой – около 160 тенге за килограмм. Наряду с снижением цен зафиксирован и рост. Подорожали алкогольные, табачные, безалкогольные изделия. Мебель, одежда и предметы домашнего обихода тоже выросли в цене. Особенно огорчает увеличение цены на некоторые лекарства. Карагандинские спасатели предотвратили попытку суицида. Вчера, около 19 часов вечера, дежурному управлению по ЧАЭС города Караганды поступило сообщение о попытке суицида. Женщина угрожала спрыгнуть с пятого этажа жилого дома в районе Гульдер. Как сообщает пресс-служба департамента ЧАЭС Карагандинской области, на место вызова незамедлительно были направлены сотрудники полиции и спасателей. При попытке войти в квартиру, дверь была заперта изнутри. Для предотвращения ЧАЭС сотрудник оперативно-спасательного отряда ДЧАЭС, используя альпинистское снаряжение, с балкона с шестого этажа проник в квартиру и воспрепятствовал попытке суицида женщины, находившейся в состоянии алкогольного опьянения. Спасатель находился рядом с женщиной до приезда владельцев квартиры и открытия двери. В 2016 году изменятся условия поступления на государственную службу. Новый закон будет регулировать условия сдачи тестов. Трехуровневое собеседование, а работающие чиновники должны будут пройти переаттестацию. Сейчас рассматриваются пункты дифференцированной оплаты труда и других надбавок тем, кто себя хорошо зарекомендовал и имеет большой стаж работы. Тем, кто хочет устроиться на работу впервые, придется три месяца проходить обязательную испытательную практику. И только после этого его примут официально. С нового 2016 года всем желающим поступить на работу в госорганы нужно, как и раньше, сдать тесты по законодательным документам нашего государства. При успешной сдаче претендентам на вакантное место необходимо пройти три разных собеседования. Испытательный срок – три месяца. В случае, если специалист не сможет проявить себя за этот срок, руководство может дать ему еще время на проявление своего потенциала. Кроме того, вводится обязательное требование для первые поступивших на госслужбу. Это испытательный срок по формуле 3 плюс 3. То есть, через каждые три месяца этого испытательного срока будет проводиться рубежный контроль. Для прохождения этого испытательного срока к каждому государственному служащему будет составляться индивидуальный адаптационный план на три месяца. За новыми госслужащими будут закреплены наставники. В организациях будут продвигаться в первую очередь сотрудники, которые работают именно там. То есть, со стороны людей брать не будут. Работа чиновников будет оцениваться по восьми критериям. Это управление сотрудниками, ответственность, самостоятельность, опыт работы, уровень специальных знаний и контактов, объем работы и последствия принимаемых решений. Доходы специалистов будут напрямую зависеть от этих факторов. Если у работников государственных органов будут дисциплинарные правонарушения, их дела будет рассматривать специальная комиссия. Просто так в обиду чиновников не дадим, говорят они. Дисциплинарный совет также стоит на защите конституционных прав и интересов государственного служащего. Просто так на избедение государственного служащего мы не дадим. Если кто-то хочет, например, наказать того или иного работника, и пишет на него всякого рода представления и так далее, мы это тщательно изучаем, проверяем. К тому же на государственную службу в будущем будут приглашаться успешные менеджеры других бизнес-компаний. Это все для того, чтобы поднять профессионализм и престиж службы во благо государства. К тому же в целях профилактики коррупционных проявлений среди журналистов будет проведен конкурс. Их будут оценивать за лучший сюжет, статью, видеоролик по данной тематике. Это все, о чем мы хотели вам рассказать. Спасибо, что были с нами. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 4206-49. Аман Сау Волгстар. Аман Сау Волгстар.